всем привет с вами наталья маханева канал все сразу и сегодня 1 мая и мы начали заселять нашу теплицу уже рассады огурцов помидор перца и баклажан значит 1 у нас пошла рассада огурцов два огурчика как я уже говорила будут посажены вдоль вот этой вот грядочки от дальней грядки от входа где же у нас сидит пекинская цветная капуста пока рассада горох который не пожелал сходить присыпанная золой которая сказала лук который только начинает прорастать на зелень ну и вот огурчики значит что у нас в огурцам гибрида конечно сажала дома под китайской фитолампой выращивала посадила на возвышение в парнике будет стоять обогреватель который будет включаться при заморозках то есть как при 5-6 градусах остальное время будет выключен но он автоматически включается выключается будем надеяться что они просто пока приживутся даже если не будут расти а там дальше будем смотреть по погоде огурцы посажены на возвышение внутри заправка из опилок с перепелиным перепревшим навозом зола ну и сверху немножко так все это перемешано с земелькой потом сверху земельки и соответственно ставится рассада и опять бугорком как дочка сказала гробики с огурчиками одни головушки лезут тут ну дай бог чтобы вылезли выросли а дальше как им захочется так и будут расти среднюю грядку от входа конечно позорно показывать но тем не менее я покажу что делать какая есть у нас здесь временно живут рассада кабачков который уже вон там чуть ли не зацветать собралась естественно вчера я ее притащила из дома и пересадила вот такие цукеша цукини зелененькие короче как мама любит тут же у нас есть если это можно назвать помидором то пусть это будет помидор сегодня я посадила фитофтора устойчивые помидорки сюда рассаду который под фито лампой не захотела расти вот такой нонсенс под фито лампы фитофтора устойчивый помидор не растет это у меня так получилось временно вот один пересадил один вам хочу показать в скрутке кабачок горный вот такой корешок какой-то 3 и 5 литровые ведра сажаю будем ждать тепла ну и как в том году справа от входа тепличку у нас будет сидеть один огурчик мне очень нравится что здесь подвисает прям заходишь и прям снимаешь сверху огурчик здесь он как всегда на растяжках такая красота у нас усики уже появились поэтому надо срочно его пересадить сегодня мы тепличку промыли просто из керхера водой без всяких средств специальных просто водичкой высокие грядки но заправлен только в этом году видео об этом я подкреплю снизу там всякая труха листва ну и сантиметров 15 земельки видео редис очки есть которая здесь сажалась ну вот растет конечно за 21 день она не успеет или за 18 дней как заявлено вырасти за сколько вырастет за столько вырастет главное чтоб стрелку не пошла в общем продолжаем первый огурчик когда сажала там корневая система была слабенькая маленькая а вот этот огурчик сажала у него корневая система была вот на этот почти ну две трети заполненный горшок и прям когда вытащила во-первых он почти полностью был корешком занят а во-вторых такой запах огурца но к сожалению у меня не получился этот огурец поднять горочкой повыше иначе будет проблематично потом ульчировать так что вот немножечко совсем подняла его в общем как говорится с богом поехали дальше при посадке помидор мы располагаем головой то бишь верхушкой на север таким образом мы заставляем его подняться на встречу солнышко соответственно до семи дольки первый второй третий до третьего листика я буду заглублять его тут я корень засыпаю а дальше вот так я его заглубляю когда он станет будет подвязка мульчирования как раз трава пойдет все и немножко здесь подсыпаю чтобы уже как говорится ровненько было здесь покажу софия здесь у нас прошлогодняя мульча мы и так оставляем здесь тоже мульча прошлогодние тоже оставляем после того как помидор встанет немножко подкладываем потому что травы пока еще не очень много аналогично поступаем со всеми и вот спустя пять дней сегодня 5 мая я опять вернулась парник потому что вчера был снег и жалко было что-то сажать ну в общем как я уже показывала здесь парник у нас посажен полностью даже кабачки которые ждут когда же когда же можно будет уйти в открытый грунт две ночи у нас включен был на минимум обогреватель чисто на ночь с 10 вечера до 7 утра баклажану понравилось на новом месте помидоркам вот этим понравилось на новом месте ну и быстренько пробежимся по сортам значит фитофтора устойчивый хоть и 15 штук редиски с кабачками вместе ему под лампами не понравилось вот на средней грядке фитофтора устойчивый по правой грядке 6 штук у нас ботяня потом один черри желтый один шоколадный и один алпать его огурчик рассадой не очень ему нравится хотя вроде приживается но как-то так холодного тесто ему по левой грядке у нас баклажан сорт алмаз вот ему понравилось максик у нас f2 ну видимо все таки f2 она есть и в 2 больше ничего не скажу так и здесь у нас дальше помидоры розовые от люси в том году муж из белгорода привез и несколько совсем захудалых перчиков которые нельзя было оставлять уже дома но не нравилось им дома оранжевый мармелад и красный так цветная капуста и пикинка примерно в таком виде вот такие вот мученики начинают сходить первые горошинки вместе с сорняками кабачок горный ждет когда же будет пересадка своем старом парнике несмотря на то что он у меня почти поликарбонат на нем почти разрушенные все равно посадил на средней рядке справа чудо земли розовой среди редиски лука они прям потерялись 5 штучек посадила а с левой стороны спринт таймер 5 штук тоже в основном помидоры для меня новые сорта поэтому это видео будет напоминалка у меня вот почему-то сорта все допутаются будем ориентироваться на это видео если что старом парнике на левой грядке у нас три штучки загадка природы вот прямо сейчас только высадила бедные лежат мученики мучаются адаптируются и 3 малахитовая шкатулка здесь еще кучки мульчи я ее не стала убирать грибла просто потом разложим на правой грядке потерялись три помидорки сорта потеряшки а также по одной полосатый шоколад и шоколадное чудо собственно на примере шоколадного полосатого шоколада я показывала как мы их на север головой присаживаем ну что как говорится с богом как будет лето неизвестно с поломанным поликарбонатом неизвестно как помидорки вырастут ну учитывая что у нас обалденные сорта которые прислали в подарок мне то должно все быть хорошо до скорой встречи и хорошего урожая всем вам кто ведет свои садово-огородные каналы и даже тем кто не ведет каналы просто кто смотрит наблюдает сочувствует моим помидоркам всем до скорой встречи